Кубок губернатора Нижегородской области Первое поражение на турнире. Автомобилист в серии буллитов обыграл московский «Спартак». Далее 4 августа Салават Юлаев был сильнее «Спартака» 3-1, а «Торпеда» побеждает «Кузню» 4-0. 5 августа «Металлург» вновь крупно проигрывает на этот раз «Акбарсу» 0-5. И сегодня, 6 августа «Акбарс» завершил выступление на турнире победой в овертайме над «Спартаком» 2-1. Лазарев и Лукьянов принесли победу «Казанцев», а за «Спартак» большинство реализовал «Лаюнен». И в другом поединке дня «Автомобилист» также завершил выступление на турнире, уступив последним своем матче «Торпедовцам» 4-3. За хозяев турнира закинули «Дауговинш», «Столяров», «Смолин» и «Дугин», а за «Автомобилист» «Пестунов», «Мегалинский» и «Обидин». Завтра, 7 августа, турнир завершается матчами «Металлург», «Новокузнецк», «Салвата Юлаев» в 13.00 по Москве и «Торпеда Спартак» в 19.00. И турнирная таблица на вашем экране на данный момент. «Акбарс» лидер 10 очков, 4 победы, 2 из которых в овертайме и 1 поражение. Завтра в случае победы его может обогнать «Торпеда», у которого 9 очков, также 1 поражение и 3 победы. Напомню, «Акбарс» все свои поединки уже отыграл. «Салват Юлаев» имеет 8 очков, команда трижды выиграла, 1 раз в овертайме и 1 раз проиграла. У «Автомобилиста» 7 очков, победа в основное время победа по булитам и 2 поражения. У «Спартака» 5 очков, победа, поражение в основное время и поражение по булитам. И у «Металлурга» в графе очков 0, команда проиграла все свои поединки. Рекомендую также ролик, посвященный самым громким российским трансферам этого межсезонья в НХЛ. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.